Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Тамара Илюхина. Смотрите сегодня в выпуске. Дети в Думе городского округа. На экскурсии побывали ученики сельских школ. Школа управдома. Весенняя серия семинаров стартовала в Уссурийске. Спецодежда, техника, тушение огня. Дети познакомились с профессией пожарного. Шутки про Уссурийск. Веселые и находчивые сразились на сцене искры. День кролиста. 200 спортсменов выступили на дорожках бассейна «Чайка». Маленький Дима учится ходить. Мальчику нужны любящие родители. Школа управдома стартовала в Уссурийске. Проект разработан для председателей органов ТОС, ТСЖ и домовых комитетов. Главная задача – повысить грамотность населения в сфере ЖКХ. Первый семинар весенней серии занятий прошел для активистов Южно-Центрального округа. Новый этап школы управдома стартовал в Уссурийске. Проект создан администрацией округа. На ближайших встречах слушатели рассмотрят четыре больших вопроса. О правах потребителей в сфере ЖКХ, правилах перепланировки помещений, разберутся, как работать с должниками и рассмотрят вопросы о переходе на цифровое телевидение. Многие уже посещали семинары ранее. Теперь пришли за порцией новых знаний. В процессе задаются вопросы, потом встречаются, далее в дальнейшем обсуждаются и решаются эти вопросы. Одна из тем встречи – перепланировка переустройства в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Часто люди сносят стены без разрешения специалистов, а это может плохо закончиться для всего здания. Люди, которые хотят это сделать, они должны обратиться к проекту организации, которая должна приехать и посмотреть, возможно ли в этой квартире что-то сделать. Потому что есть у нас жилые помещения, особенно в упомнении домах, в которых в принципе этого делать нельзя. Популярным становится объединение комнаты с балконом. Мало кто знает, что на это нужно разрешение 100% собственников квартир всего дома. Поскольку стена, которая ведет на балкон – это общедомовое имущество. У меня был в доме, когда человек сделал перепланировку и остановилось отопление в пяти квартирах, потому что он положил теплый пол. И была, конечно, очень большая проблема, которая, конечно, привела к ликвидации ТСЖ. Потому что была утечка воды, эту утечку платить было некому, и мы просто-напросто вынуждены были ликвидироваться. Некоторые вопросы жильца можно решать самостоятельно, без председателя ТСЖ и управляющей компанией. Например, если мешают шумы или идут вибрации по стенам и полу от техники магазинов и общепитов, необходимо обратиться с заявлением в Роспотребнадзор. После специалисты связываются с жильцом, проводят проверку, замеряют уровни вибрации и шума. Если норма привычена, то на предприятие накладывается наказание за административное правонарушение. Граждане только самостоятельно, не от вашего лица уважаются, а самостоятельно обращаются в наш адрес, указывают при этом, что мы вероумно чисто, мы должны указать в своем время, в которое время им нужно мешать. На семинарах школы управдома также рассматривают вопросы о работе с должниками и альтернативных способах погашения задолженностей. В этом году актуальна тема перехода на цифровое телевидение. На занятиях дают подробные рекомендации по настройке оборудования. Следующая встреча пройдет 18 апреля в 16 часов в здании школы номер 32. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Экскурсия по думе городского округа. Школьники из уссурийских сел побывали в кабинетах, где принимаются важные решения. Проходят заседания, работают депутаты и специалисты администрации Уссурийска. По коридорам органов местного самоуправления прошлась и наша съемочная группа. Каждый год представители думы и администрации городского округа принимают в гости старшеклассников. Ежедневно жители города читают, слушают и смотрят в новостях о работе органов местного самоуправления. А что внутри для многих остается загадкой. Мальчикам и девочкам сегодня выпала возможность узнать о работе власти. Вот уже на протяжении нескольких лет стало доброй традицией в апреле месяце проводить на территории нашего Уссурийского городского округа мероприятие, посвященную дню местного самоуправления и дню парламентаризма. Мы в первый раз приехали на это мероприятие, привезли пять десятиклассников, которые пожелали поприсутствовать здесь и узнать что-то для себя новое. Экскурсию провели по кабилетам, где работают у нас и депутаты, и глава округа. Я думаю, что много полезной информации они для себя получили и может задумались на будущее. Кабинеты высших должностных лиц, исполнительных и представительных органов открыли двери для учеников. Школьникам рассказали, для чего нужна контрольно-счетная палата, с какими вопросами горожане обращаются в общественную приемную, как работают официальные сайты думы и администрации городского округа. Очень было интересно увидеть структуру органов местного самоуправления. Вот одно дело, когда читаешь это в интернете, сейчас век технологий, все в телефонах, но другое дело, когда своими глазами вот это все сам видишь и уже по-другому на это смотришь. За сегодняшними учениками стоит будущее и такие экскурсии, по мнению власти, необходимы. Подрастающее поколение получает возможность иметь представление о структуре и работе органов местного самоуправления. Быть может, завтра кому-то из школьников это поможет определиться с выбором профессии. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. С проблемами к народному избраннику. Депутат законодательного собрания Джамбулат-Текиев посетил Уссуриск. Традиционно парламентарий провел прием по личным вопросам. Эта встреча с жителями получилась особенной. В чем секрет, расскажет Ольга Муравьева. Коллективом общественников на прием. Жительницы микрорайона Южной обратились к народному избраннику Джамбулату-Текиеву. Пришли поговорить о наболевшем. Собрали все проблемы микрорайона и готовы их озвучить. Очень волнует активисток ситуация с продажей алкоголя. Количество специализированных магазинов увеличивается, можно сказать, в арифметической прогрессии. Мы хотим, чтобы поддержали инициативу государства о запрете размещения виноводочных магазинов в многоквартирных живых домах. Я знаю, по крайней мере, было на слуху как-то одно время, что или президент, или его окружение, кто-то выходил с такой инициативой. В микрорайоне Южный такой магазин разместился прямо напротив детской площадки. Несколько лет назад на улице Стаханово разбили сквер с прогулочными зонами и детской площадкой. Позже в нескольких метрах открыли алкомаркет. Это неприемлемо, считают местные жители. Также женщины просят уделить внимание своему округу. Очень мало считают здесь мест для отдыха. Самый многочисленный район. 29 тысяч населения. И вот, кроме нашей ИСР. Да, да. Нет никаких площадок, ничего, чтобы вот... А Винолавы ставят. Вот он, Винолав, перешел на другую сторону, там стоит Дилан. Необходимо внимание властей к жилым дворам. Во многих давно требуется капитальный ремонт. Проблем в микрорайоне накопилось очень много, делятся активистки. И надеются на помощь парламентария. Такая инициативность всегда полезна. Сейчас жители округа могут высказать свои пожелания по поводу улучшения жизни. В администрации и на МФЦ на Некрасово собираются заявки от уссурийцев. В перспективе в одном из районов города возведут парковую зону. Если раньше в участии в программах надо было муниципалитету 20% искать своих денег, то сегодня Кожемяка сделал плавающий. То есть может быть и 1%, может быть и 3%, может быть и 0,1%. В этом году многие уссурийские дворы ждут преобразования. Появится и два новых парка в Доброполе и на пятом километре. Если общественницы микрорайона Южный будут и дальше проявлять такую активность, обязательно добьются внимания и к своей части города. Сегодня пришли люди, которые действительно хотят видеть город Уссурийск процветающим, к которому тянет, к которому люди хотели бы здесь жить. И сегодня в планах и по нацпроектам вообще, что необходимо строить жилье 200 тысяч квадратных метров в год. Это говорит о чем? О том, что здесь должна быть потребность в этом жилье. А чтобы была потребность, город должен быть привлекательным. Все просьбы жителей услышаны. Депутат законодательного собрания Джамбулат Текиев обещал свою поддержку активистам. Приемная парламентария работает каждый вторник и четверг с 10 до 17 часов. С уссурийцами работает помощник депутата. Периодически беседы проводит и сам народный избранник. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Примерить спецодежду пожарного, побывать в салоне спецтехники и испытать настоящий бронспойт. Все это смогли осуществить подростки и дошкольники Уссурийска. Показательные выступления провели сотрудники противопожарной службы. Спецмашина спешит на показательное выступление. Седьмой отряд федеральной противопожарной службы продемонстрировал потенциал своей спецтехники. Мы ежегодно проводим показательное выступление на территории 32-й пожарной части. Здесь демонстрируется техника, которая имеется на вооружении седьмого отряда. И показывается практическая отработка действий личного состава при тушении пожаров. Сотрудники МЧС показали, как с помощью пены тушат горючие и легко воспламеняющиеся жидкости. Одна такая машина способна ликвидировать возгорание на территории до 120 квадратных метров. Спасатели продемонстрировали возможность техники и снаряжения при тушении пожара на высоте до 60 метров. Это автоматический коленчатый подъемник, предназначен для тушения на больших высотах. То есть поднимается он на 50 метров для спасения людей, проведения аварийно-спасательных работ. Ежегодно роль огнеборца примеряют на себя школьники и детсадовцы Уссурийска. Дети надевают спецодежду сотрудника МЧС и с удовольствием хозяйничают в салоне пожарной машины. Даже самостоятельно поливают из бронспойта. Ну я в первый раз со школы пришел. Вот я только что побывала на всех машинах. Я побывал вот здесь, включал воду. Даже сам поливал. Здесь необычно, потому что первый раз здесь все осматриваю. Вот просто проезжала мимо и смотрела, но так очень интересно. Я еще не посидела в машине и хочу. 370 лет исполняется в этом году пожарной охране России. По старой традиции День советских спасателей отмечается 17 апреля. Сегодня хочется поздравить ветеранов пожарной охраны действующих, которые у нас работают еще. Тех ветеранов, которые находятся уже на заслуженном отдыхе. Поздравляю всех с Днем советской пожарной охраны. Желаю им крепкого здоровья, успеха во всем. Будьте всегда жизнерадостны. Передавайте свой опыт подрастающему поколению и не забывайте пожарную охрану. 30 апреля в городском театре состоится торжественная встреча в честь 370-й годовщины образования пожарной охраны России. Отметить праздник соберутся вместе личный состав и члены их семей. Елена Карпенко, Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Шутки про уссуриск. Веселые и находчивые сразились на сцене «Искры». День кролиста. 200 спортсменов выступили на дорожках бассейна «Чайка». Маленький Дима учится ходить. Мальчику нужны любящие родители. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс-новости». Продолжаем. Веселые и находчивые школьники Приморского края сразились в доме «Культуры Искры» за выход в финал. Среди команд не оказалось ни одной уссурийской. Ну а гости показали в выступлениях то, с чем ассоциируется для них наш город. Кто стал победителем полуфинала, выяснял Илья Аманатов. Он ведет школьный КВН в уссурийске, но с соткой его точно не еще не будет. Полуфинал Приморской юниор-лиги КВН собрал в уссурийске 9 команд. На сцене дома «Культуры Искры» и «Новички» и многократные чемпионы, но среди участников ни одного представителя нашего города. К сожалению, из уссурийской команды не прошли. Они у нас не прошли этап межрайонного фестиваля, но будем надеяться, что школьный КВН в уссурийске все-таки возродится. Он каждый год пытается, пытается, как феникс из пепла возродится, но, к сожалению, пока вот в этом смысле уссурийск буксует. Гости шутили про то, чем ставится уссурийск. Тигры, наводнения, слободские ребята. Команда из Лесозаводска с химическим названием «Циклопентанпергидрофинантрен» уже знакома с образом местного гопника. Типаж уличной шпаны использовали и участники из Хараля. Увидели, что пацаны слободы такие крутые, и мы решили под них подкосить. Ну, нас попросили, мы помогли. Откуда узнал, что они крутые? Ну, по рассказам. Пацаны знакомые тут учатся и сами рассказывали. Придумал я сам, у меня просто вот был костюм, и я все думал, блин, надо вот с этим образом как-то раскручивать. Но у нас, нам даже подметили, то, что у меня образ сам есть, а мы его не докрутили до конца. А когда я вот одел, прям этот костюм я прошел. Это я, да. Прям влился в него сразу. Ну, чё, посмотрел на это всё, не сильно вас и затопило. Нормальная тут вытаска. Вообще-то это пятиэтажка. Нет, да что ты делаешь? Вырежала вас. Вон, мы такие бедные, 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 дорогие. Ходите, смотрите. Вот такие красивые. По итогам игры жюри присудило звание лучшего актера Дальнереченцу, а лучшей актрисой стала уроженка села Барана Оренбургского. Ну, а команда «Налетая девочка» поборется в финале, победитель которого отправится в город Анамбу представлять регион. Илья Аманатов, Игорь Антонов, Телемикс. Маленький человек делает свои первые шаги. Но порадоваться этому родители не могут, потому что их нет у героя нашего следующего сюжета. Маленького Диму сейчас поддерживают только воспитатели детского дома. Присмотритесь, может быть, именно вы сможете взять этого солнечного мальчика за руку и сказать «Пойдем домой». Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Арсей». В ногу со временем и на шаг впереди. Нашему Диме 2 апреля исполнилось 2 года. Это славный солнечный мальчик, как лучик света. Он всегда улыбается, всегда на позитивном настроении. Открываем. Открываем. Дима очень любит общаться со взрослыми, всегда сам предлагает общение. А еще он очень любит тактильное взаимодействие. Подойдет, гладит, обнимает. И любит, когда его погладят и обнимут. Диме у нас хорошо, но в семье с мамой и папой Диме будет лучше. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. Более 200 юных спортсменов из разных городов Приморья собрались в Уссурийске. В бассейне «Чайка» провели День кролиста. Подобный фестиваль устраивают два раза в год. Пловцы не только соревновались между собой, но и выполняли разрядные нормы. Подробности далее. К соревнованиям нужно приучать с детства. Спортсменов от 6 до 15 лет привезли из Артема, Спаска, Арсеньева и Большого Камня в Уссурийск. День кролиста провели в бассейне «Чайка». Более 200 желающих приняли участие в заплывах. Все под чутким руководством тренеров. Где-то поругают, где-то похвалят. Зоркий глаз наставника заметит любое неверное движение. Для кого первые соревнования, очень интересно наблюдать, как они первый раз выходят на старт и ищут дорожку свою. А некоторые показывают именно хорошие результаты. Ребята не кролисты, привезли брасистов, они на кроле хороший результат. Каждый пловец кролем преодолевал две дистанции – 50 и 100 метров. Всего было 7 возрастных категорий. Нормативы у каждой группы свои. 16-летний Данил Янишевский в этом спорте 9 лет. В детстве фарме прописали плавание из-за проблем со спиной. С тех пор Данил не пропускает ни одно соревнование. «Решил принять участие в соревнованиях. Показать все время перед краевыми соревнованиями. Посмотреть, над чем надо работать. 50 метров сейчас не очень, но буду надеяться на сотку». Девочки соревнуются с девочками, мальчики – с мальчиками. Чтобы показать хороший результат, нужно обогнать соперника. И не одного, а сразу пятерых. Но это непросто. По сторонам смотреть не выходит. Мешают брызги и пена. «Ты когда плывешь, ты их не видишь. Даже когда делаешь поворот, ты можешь боковым зрением увидеть тюзень. И ты когда плывешь, ты не знаешь догнать их и обогнать». Участники со всех городов успели постоять на пьедестале почета. Но опытных спортсменов уже не заботят медали. Они заинтересованы в выполнении своих разрядных норм. Ведь чем выше разряд, тем больше возможностей. Для уссурийских пловцов еще будет шанс показать себя на ближайших соревнованиях, которые пройдут в бассейне «Чайка» 12 мая. А вот ребятам из других районов Приморья придется подождать. Следующий день кролиста проведут осенью. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. При трудоустройстве на работу большинство организаций просят предоставить справку о наличии или отсутствии судимости. Выдачей такого документа занимается несколько организаций. Где получить ответ быстрее, смотрите в рубрике «Телеконсультант». Нужна срочная справка об отсутствии судимости. Подскажите, где ее быстрее всего получить. Для получения справки о наличии и отсутствии судимости или факта уголовного преследования граждане могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции, в том числе и в отдел МВД России по городу Уссуриску. В многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также подать заявление самостоятельно со стационарного компьютера или мобильного приложения, используя единый портал государственных и муниципальных услуг. Прием граждан по вопросу оказания государственной услуги по выдаче справок о наличии и отсутствии судимости осуществляется с понедельника по пятницу с 9 часов до 10 по адресу город Уссуриск, улица Калинина, 17, кабинет номер 3. При себе заявителю необходимо иметь фаспорт и СНИЛС. Согласно действующему регламенту, срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в информационном центре Приморского края. Однако, следует отметить, что при подаче заявления в электронном виде с использованием единого портала государственных услуг, сроки предоставления государственной услуги сокращаются вдвое. Услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. Следует также напомнить гражданам, что выдача справок о наличии и отсутствии судимости осуществляется независимо от регистрации и места проживания гражданина. На этом пока все. Сюжеты также смотрите на сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. Если вы стали свидетелем интересного события, присылайте информацию в WhatsApp. Номер указан на экране. В студии работала Тамара Илюхина. До встречи на нашем канале.